Микс Ньюс Радио Болтком. Программа «Абонент» доступен. Участие слушателей обязательно. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент» доступен. В студии работают Анна Смирнова. Вадим Родионов и звукорежиссер Родион Золотарев. С нами на прямой связи сегодня юрист Марк Фейгин. Здравствуйте. Рад приветствовать. Телефоны прямого эфира в нашей студии 672 12 93 9 и 672 13 93 9. Звоните также. Звоните из-за рубежа код Латвии плюс 3 7 1 и пишите ватсап 230 6 1 9 1. Сейчас, насколько мы знаем, в России хотят разрешить полицейским стрелять на поражение и полиция получит это право применять оружие при задержании в случае, если подозреваемый достает пистолет и, насколько мы понимаем, полиция это видит. Или же, тут такая еще формулировка, совершает иные действия, которые можно расценить как нападение на сотрудника. Вот чем это грозит россиянам и не только россиянам, потому что латвийцам, которые, когда откроют границы, мы надеемся, что это случится, поедут в том числе в Россию, это может тоже представить какую-то опасность. Но дело в том, что эта мера, она в комплексе других мер принимается в виде поправок закона о полиции и ряд других законодательных нормативных актов, которые усиливают, увеличивают точнее полномочия правоохранительных органов, в частности полиции, сотрудников Росгвардии и так далее. Там ведь есть и право на вскрытие автомобилей и ряд других, которые раньше тоже имелось это право, но для этого другая регламентация была, более жесткая. Применение оружия, мне кажется, пока это мера превентивная, они дают это право сотрудникам правоохранительных органов и Росгвардии для того, чтобы в случае, если социальные последствия карантина в связи с эпидемией коронавируса или социальное возмущение в связи с экономической ситуацией, ну, в общем, перехлестнет на улицы, чтобы у сотрудников этих органов были более расширенные полномочия по подавлению. Речь именно об этом, потому что, на самом деле, практика, она и без того давала право достаточно широко применять огнестрельное оружие, вот, и, ну, там есть определенный регламент, нужно предупредить сначала словесно, потом выстрел в воздух, здесь как бы сокращается вот эта дистанция до момента применения огнестрельного оружия с момента мнимого или реального посягательства стороны опасного лица. Ну, вот, что касается тех действий, которые можно расценить как нападение на сотрудника, это может быть брошенный, например, стаканчик пластиковый или, я не знаю, поднятие кулака, например, или что угодно, какие-то слова, нецензурная лексика, может быть, я не знаю, сказанная в отношении сотрудников полиции. Вы понимаете, в чем вся особенность действия регулирующего законодательства российского? Оно в отношении обычных граждан, оно достаточно жестко регламентирует их поведение, да, значит, действует дискреционно, выразимся так юридическим языком, а в отношении прав представителей органов власти, государственных органов правоохранительных, оно очень широко трактуется. Ну, конечно же, подобного рода действия не могут послужить основания для применения табельного огнестрельного оружия, о которых вы сказали, но как будет на практике, вам сейчас никто не ответит. Потому что, конечно, в таких случаях применение огнестрельного оружия, даже если это не повлекло смерть или серьезный ущерб здоровью нападавшего, проводятся расследования и так далее. Но единичный случай, когда привлекаются за неправомерное применение огнестрельного оружия сотрудники правоохранительных органов, это единичный случай. Чаще всего, даже если сотрудник применил табельное огнестрельное оружие, стараются дело замять. Замять, даже если выгоняют из органов этого человека, то до уголовного дела, до суда не доводят, потому что это большие издержки для начальства. Вот так выразимся. Ну, в целом, это вообще вопрос интерпретации сейчас каждого отдельного сотрудника. Конечно. Ну, прежде всего, я бы сказал, объемы прав и полномочий, они всегда больше у государства и его представителей, нежели у граждан. Вот тут дисбаланс очевидный, поэтому как будут трактовать? Ну, понятно, что если это будут массовые беспорядки, как их трактует закон, это могут быть обычные митинги, а могут быть переворачиваемые урны, да? То, наверное, эти полномочия моментально расширяются. Здесь вообще принято так. Сначала что-нибудь произойдет, а там потом разберемся. То есть, если можно будет остановить эти беспорядки выстрелом в упор в нескольких человек, потом они сами, так сказать, все замотают. Подобного рода случаи, ну, пусть не с огнестрельным оружием происходили, и, честно говоря, никогда не доходило до наказания суда в отношении сотрудников правоохранительных органов в единичный случай. Я вообще не помню. Чтобы, ну, вот конкретный случай в прошлом году был. Это, конечно, не было с применением огнестрельного оружия. На митингах, одном из многочисленных несанкционированных митингов, ударили в живот девушку. Девушку просто сотрудник для того, чтобы доставить ее в, так сказать, автозак, так называемый. Он ее ударил в живот. Вы что думаете, кто-то проводил служебное расследование, какие-то выводы из него были? И мы что-то знаем публично, что наказан сотрудник нет. Что очевидно было, применение неправомерное, вот, физического воздействия. Я думаю, что в данном случае при расширении полномочий правоохранительных органов мы столкнемся ровно с той же практикой. Вы сказали о том, что это может быть связано с карантином. Но здесь интересные нюансы. Мы уже этот вопрос затрагивали также с другими экспертами, которые выходили в наш эфир. Что ведь в России не объявлена чрезвычайная ситуация. Режим самоизоляции выглядит достаточно комично, учитывая, что самоизоляция подразумевает добровольное. Присутствие человека, допустим, дома. В данной ситуации мы видим, что выходить запрещено, необходимо оформлять соответствующие коды и так далее и тому подобное. Вот это такая юридическая коллизия. Ее можно как-то обосновать с точки зрения законодательства или нет? Вот как вы это видите? А тут все очень просто, вообще элементарно. В соответствии с российским законодательством существует три вида подобного рода ситуаций, когда вводятся особые режимы. Это чрезвычайная ситуация, это чрезвычайное положение и военное положение. В последних двух чрезвычайное положение и военное положение, оно предполагает действительно особый режим, при котором государство может и в случае ЧП, например, может, а в случае военного положения, передает из рук гражданской администрации, военной администрации управления соответствующими субъектами Российской Федерации. Это могут быть города или целые области и так далее. Но, в частности, если это Москва, это субъект Федерации, то власть переходит в военную администрацию. И там, кстати, надо кормить людей. Вы знаете, выдавать в случае военного положения карточки, в случае ЧП разносить еду вплоть до. Ну и тоже особый порядок регулирования передвижения граждан. В случае чрезвычайной ситуации он тоже при определенных регулятивных положениях, их реализации предполагает обязанности, обязательства государства по поддержке людей. Эти режимы не вводятся для того, чтобы не брать на себя обязательства, а иметь права. Понимаете? То есть это иезуитская совершенно так называемая добровольная самоизоляция, каникулы. Как бы они это ни называли, это делается исключительно для того, чтобы не платить денег. Вот и все. Потому что подобного рода режим правовой, он не урегулирован в законе. И поэтому можно сказать, послушайте, мы не вводили чрезвычайную ситуацию, не вводили чрезвычайное положение. Никто вас не обязан содержать, платить, выдавать деньги, кормить вас и так далее. Ну вот работодатель пусть берет на себя эти обязательства. Вот и все. А какие права в этом случае есть у властей? Мы понимаем, что режим повышенной готовности, кажется, объявлен в России. Они его объявляли, но там и другие всякого рода меры, мероприятия. А дело в том, что это же оспаривались, эти полномочия. Тут подавали в суд, но судов в России нет, вы же понимаете. И иски эти были отклонены. Собственно, правового регулирования, которое бы соответствовало законодательству и прежде всего Конституции, вот сейчас статья 55, которая говорит о правах граждан. Я вообще не наблюдаю здесь никакой законной правовой корреляции. То есть одно не вытекает из другого. Это все с нарушением, никакие коды, никакие установления камер, наблюдения за гражданами, штрафы. Тут, кстати, помимо федеральных штрафов, уже и московские штрафы появились. В части нарушения вот этого режима так называемой самоизоляции или карантина, как его назвать. Это все, на мой взгляд, абсолютно незаконно, но ввиду, повторяю, отсутствие в России нормальной цивилизованной судебной системы добиться правового защиты невозможно гражданам. И поэтому они вводят, что хотят, да и все. Вот и все. А для чего тогда нужны в России юристы, учитывая, что многие ваши коллеги, они также акцентировали внимание на том, что суды в России практически не работают? То есть, но тем не менее, юристы есть, адвокаты есть, есть люди, которые пытаются что-то делать. Какой смысл тогда в этом, как считаете? Я считаю, что в институте адвокатуры институт не юристов, не адвокатов, а в институте адвокатуры нет никакого смысла, потому что институт адвокатуры должен защищать общество от государства, как он это выполняет, функцию в любой нормальной цивилизованной стране. В России этого нет. Поэтому в институте адвокатуры я смысла не вижу. Есть отдельно взятые действительно адвокаты, юристы и так далее, которые выполняют во многом свой гражданский долг, защищают то, что я сказал выше, общество от произвола государства. У них это получается, у кого больше, у кого меньше, но, как сказать, сумма одна и та же. Все равно общество всегда, во всех случаях, проигрывает. Касается ли это политических репрессий, касается ли это ущемления прав граждан, касается ли это расширения полномочий государства за счет общества. Во всех случаях юристы проигрывают. Ну вот спрашивают у вас, Майк, почему вы потеряли свою адвокатскую лицензию? Вот такой вопрос задает. Все очень просто. Все очень просто по политическим мотивам. Я на протяжении последних 10 лет защищал только политзаключенных. И последнее дело, в котором я участвовал, это было дело Романа Сущенко, журналиста, корреспондента агентства Униан, Украинформа, я извиняюсь, в Париже. Его обвинили в том, что он полковник военной разведки Украины. Его осудили за шпионаж. Его обменяли 7 сентября прошедшего года. Дело в том, что по этому кейсу у меня было ФСБ вело же дело. И там было много такого, чего знали они и чего знаю я. Но чего многие, может быть, не знают. И поэтому им надо было от меня срочно избавиться. И для этого выбрали просто одного своего агента. Хотя меня лишали статуса по обращению Министерства юстиции Российской Федерации. Именно он обратился в палату. И меня лишили за одно единственное нецензурное выражение. Это послужило всего лишь поводом. Там три твита было. В одном твите я, так сказать, употребил в адрес Кремля обсценное выражение. За это тут награждают. Здесь не лишают. Поэтому повод был смешной. А суть именно такая. Лишили за мои политические занятия, за мою оппозиционность. У нас сейчас институт адвокатуры абсолютно сервильный. В нем сидят чиновники Министерства юстиции, бывшие следователи, сотрудники ФСБ в руководстве. Они абсолютно никакие. Это люди, которые коррупционеры в основном. Для них это указание из администрации президента является решающим фактором. Но ваше нецензурное выражение – это законное основание для того, чтобы лишить вас статуса адвоката? Абсолютно нет. У меня прошли даже сроки, когда меня можно было лишать. В соответствии с кодексом меня можно было лишать через 6 месяцев, а у меня лишили статусы через 9. Я вам хочу сказать, за всю историю постсоветской адвокатуры за это никого никогда не лишали. Я первый и последний, кого за это лишили. Вы оспаривали это? Я это оспаривал в российских судах, о чем можно говорить. Но это тяжело с такой моральной точки зрения, то есть потерять лицензию адвоката, учитывая, сколько учишься, сколько этого добиваешься, и в один миг это теряешь. Вот как вы это переживали? А как переживал это Алексей Навальный, которого точно так же лишили статуса адвоката. Понимаете, в данном случае в России диктатура. Это совершенно, я его расцениваю как оккупционный такой компрадорский режим, который абсолютно ничем не ограничен. Апеллировать здесь к чему бы то ни было бесполезно. Это продолжение моей оппозиционной биографии. Я всю свою жизнь нахожусь в оппозиции к режиму Путина. Поэтому за это не награждают, за это наказывают. Поэтому морально для меня будет удовлетворение, когда рухнет эта система, и я верну свой статус, и все, кто причастны к лишению меня статуса, будут жестоко наказаны. То есть вы смирились сейчас на этот период с этим, что вас лишили? Нет, я борюсь. Я борюсь прежде всего другими методами. Если раньше я боролся с этой системой, в том числе и судебной, в судах, то сейчас у меня есть и другие инструменты, и я не прекращу это делать, потому что кончится это может либо посадкой, либо еще выгоном из страны. Они все время хотят, чтобы я уехал. Я сейчас в Москве нахожусь. Посмотрят, кто выиграет. Каким образом хотят, чтобы вы уехали? Какое-то давление на вас оказывается? Это делается элементарно. Это постоянно создаются условия, вас лишают работы, вы во всех мыслимых, немыслимых, черных списках. На вас запрет на профессию распространяется. Это нормальная ситуация. Я веду большой блог в Ютьюбе, и я просто знаю, как им не нравится мой аккаунт в Ютьюбе. Так что, еще раз повторяю, игра не закончена, так сказать. Я верю в том, что они сгинут, а они верят, что я сгину. Но Ютьюб – это те тутория свободы сегодня для вас, или все-таки тоже влияние оказывается, учитывая, что вы сейчас сказали, не нравится властям ваш канал на Ютьюбе? Как это они демонстрируют? Меня заваливают дисками, заявлениями в суды, меня заваливают заявлениями в правоохранительные органы, о привлечении меня к уголовной ответственности. То есть это постоянно происходит, это просто хроническая ситуация. Просто в России так все живут, кто находится в оппозиции к власти. Это не то, что Фегин исключительно находится в условиях давления. Это практически каждый второй, вот маломальски значимое лицо подвергается преследованию. Это здесь норма, понимаете? Многим в условиях, вне предела в России, это непонятно, как это работает. А те, кто живут здесь, они все прекрасно понимают. Ну, Дмитрий Гордон, кстати, после того, как у него вышло интервью с бывшим советником Путина Иларионовым, там была проблема с индексацией в Ютьюбе, он пропадал из поиска, и он его с трудом возвращал, и он тогда записал обращение, в котором предположил, что это действие ФСБ. Вот что-то подобное у вас происходило, и считаете ли вы, что ФСБ или силовые структуры России могут влиять и на Ютьюб тоже в том числе? Вот смотрите, во-первых, у Ютьюба существует русский став. Вот он не только сидит, там есть в Лондоне главная контора, а главное в Палальто, под Сан-Франциско, понимаете? А русский став состоит из русских сотрудников, и вот он работает здесь, в гостинице «Балочку» сидит, в Москве. Говорят, что у него объем полномочий не идет дальше, кроме коммерческих вопросов, там сбора денег на рекламу и так далее. Так это или не так, это корпоративно закрытый институт. Мы не знаем, как решаются эти вопросы, индексирование в Ютьюбе, попадание в топы и так далее. Я могу сказать, что прежде всего это происходит под действием каких-то алгоритмов, которые нам неведомы. Почему удаляются одни, попадают другие или нет? Нарекания вызывают много действий, неважно, в разных социальных сетях, но в Ютьюбе проверить, достоверно утверждать, что это действия рукотворные, мы не можем, я не могу, понимаете? У меня нет на руках доказательств, чтобы я утверждал, что, например, вот то интервью, о котором говорил Гордон, оно было сознательно выпилено из индексации Ютьюба. Я не знаю. Но то, что какие-то вещи происходят странные, это факт. Скорее, Лубянка, а прежде всего администрация президента, занимаются контрпропагандой, ну, точнее пропагандой. И в Ютьюбе тоже они финансируют блоги, вкладываются гигантские деньги про правительственных, про путинских авторов там в этих блогах. И это происходит, мы это знаем, это не секрет. Деньги большие туда вкладываются, но дело в том, что это свободная площадка. Выигрывает тот, кто убедительный, кто правдивее, кто, собственно говоря, имеет незапятную репутацию. Я считаю, что я отношу себя к таким. И поэтому, естественно, мне проще оставаться самим собой. Надо мной же никого нет, я абсолютно независим, меня же никто не содержит. И это для меня гораздо более важный фактор, чем попытки воздействовать на мой контент. Про путинских авторов, кого вы имеете в виду? Их очень много, вы не представляете. Ютьюб весь загажен. Я считаю, политический, я повторяю, сегмент, политический сегмент. Ютьюба это, по меньшей мере, вот из таких важных блогеров, ну, половина это точно напрямую финансируемая из администрации президента. Ну, конкретно имена этих людей вы можете назвать? Ну, просто я не вижу в этом смысла. Это очень легко, легко обнаружить. Это хорошо известные люди, так сказать. Ну, для кого-то известные, для кому-то они, может быть, кажутся как раз-таки очень... Ну, Юрий Дудь, например, вот как вы считаете, он работает на Кремль? Я считаю, что Юрий Дудь работает немного в другом жанре. Он не занимается политическим блогерством. Юрий Дудь занимается журналистикой, и он занимается, так сказать, телеинтервью и его фильмы, значит, видеоинтервью и видеофильмы. Это немножко другой жанр. Это не политическое блогерство. Это так же, как Собчак. Она, безусловно, полностью связана с Кремлем, но отнести ее к политическим блогерам невозможно. Это немного другая среда. Поэтому блогеры разного рода, которые имеют присутствие в Ютьюбе, это прямую-впрямую политические программы. Там и «Спутник» есть, «Раш Тудей», вот вы спрашиваете, есть аккаунты. Это сугубо пропагандистские. Здесь есть блогеры. Ну, вот Соловьев появился, вам не без ответа. Соловьев Лайф, да. Да? А он какой? Вот он откуда? Вы, кстати, смотрите Соловьев Лайф, учитывая, что у него Ксения Собчак вчера появилась на стриме. Нет, я таких вообще не смотрю. Ну, нет, но подобное тянет к подобному. Дело в том, что, конечно, эти появления не случайны, и появления этого канала не случайны. Я его не смотрю, потому что это очень низкий, чисто интеллектуальный уровень, очень низкий. А не говоря уже о том, что он выглядит абсолютно комично, по-моему, Соловьев просто конченый придурок. Но, повторяю, не это главное, а главное то, что он живет за наш счет. Вот это является решающим. Он живет на деньги налогоплательщиков. Он получает основные доходы от своей программы на государственном канале «Россия-1». У него контракты там, это многомиллионные контракты. То есть деньги налогоплательщиков. И то, что он там резвится еще и в Ютюбе, в Ютюбе это, скажем так, все от жиру бесится. Но, повторяю, подобные же блоги, их немало там. Их гораздо больше. Их сотни. А как вы относитесь к журналистам так называемого либерального толка, поскольку все это очень условно, которые перешли на «Раш Тудей»? Ну, в первую очередь можно вспомнить Антона Красовского, который известен в своей достаточно либеральной позиции, сейчас работает на «Раш Тудей». Иван Сурвил – это молодой журналист, который сейчас тоже там делает интервью и так далее и тому подобное. Достаточно много известных фамилий в либеральной среде. Вот как вы к ним относитесь? Нет, я вам даже добавлю этих фамилий, потому что туда же перешла и Елена Масюк, достаточно небезызвестное лицо. Она работала когда-то на НТВ. Она работала в «Новой газете». Она после этого в СПЧ была, по-моему, даже остается. Точно не знаю. В ОНК работала. Но есть и менее известные лица, так сказать, фамилии, может, вам ничего не скажут. Там некая Баронова есть такая небезызвестная. Да, Мария. Вот, да, которую я хорошо знаю многие годы. Ну как, их просто, во-первых, покупают. Во-первых, главное там – это деньги. Это деньги, это возможность получать твердую зарплату. Опять же, деньги государственные. На «Раштудэй» нет никаких других денег, кроме денег русских налогоплательщиков. Это первое. То есть они участвуют в этой пропаганде сознательно, но мотивы прежде всего материальные, на мой взгляд. Там идейных людей нет среди таких. Среди вот так называемых бывших либералов – это в основном чисто их материальные интересы, их материальное положение. Это раз. Во-вторых, то, что они там делают, на мой взгляд, абсолютно убого. Потому что Антона Красовского я ценю достаточно высоко, как журналиста. Я думаю, он выпускник литературного института имени Горького, по-моему. Он человек не бесталанный, прямо скажем. А то, что он это делает, ну, делает за деньги. Причем он человек циничный же. Он же так и говорит, я это за деньги делаю. Ну, каждый сам выбирает морально сторону, где ему быть. Вот, допускает человек для себя подобное или нет. Потому что совершенно непонятно, как ты с этим потом будешь жить. Потому что подобного рода пограничных ситуаций было немало. Тот же вот Олег Кашин, небезызвестный, тоже журналист, который ходил, гулял между либеральными и кремлевскими изданиями. И вот эта амбивалентность моральная, вот этот вытащенный моральный стержень, он обнуляет же журналистику. А что это за журналист? Если у тебя нет принципов, вы доготов за деньги работать хоть на черта. На мой взгляд, это от журналистики очень далеко, к журналистике не имеет вообще никакого отношения. Есть у нас звонок, много звонков. Да, мы слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день, Александр. Да, Александр. Вы знаете, вот вас все удивляет. А вот меня нисколько не удивляет. В рамках финансовой диктатуры, диктатуры финансового капитала, все, что вы рассказываете, это вполне закономерные вещи. Вот у меня вопрос к вам. Все, что вы говорили, все это хорошо, но меня беспокоит вот то, что на центральном канале Киселев говорит, что надо поставить памятник Колчаку, Деникину, Краснову, это преступнику военному, которого осудил Нюрнбергский трибунал. Вот про это вы молчите. Это же уголовное преступление. И почему все молчат вообще? Спасибо. Спасибо. Это ко мне вопрос? Да, ну вот такая реплика и вопрос нашего смысла. Я не знаю, что там говорил Киселев, но государственный канал, если имеется в виду Дмитрий Киселев. Я не знаю, о каком Киселеве идет речь. Скорее всего, о Дмитрии. Дмитрий Киселев, да. А Дмитрий Киселев, я не знаю, говорил ли он, что надо поставить памятник Колчаку и белому казацкому генералу Краснову, который, я так понимаю, контекст здесь такой, что вопрос задавал человек сильно левых убеждений. Я бы сказал, что это вообще вопрос не первостепенной для России важности нынче, потому что Россия находится в таком обвале, в таком, значит, социально негодном состоянии, что обсуждать сейчас памятники вот конкретно в таком контексте, на мой взгляд, совершенно неуместно. Я вам хочу сказать, что люди, которые сейчас сидят на карантине, уже многие, особенно в регионах, люди страдают от голода. Поэтому, что касается памятников, я бы и сам отдельным из перечисленных памятники поставил, но это надо делать не сейчас, и уж тем более глупо это обсуждать именно теперь. Еще звонок у нас. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Добрый день. По поводу неизвестности о диктатуре в России нам, живущим за пределами России, значит, в Латвии оппозиционных журналистов таскают лицом об асфальт, сажают в тюрьму, реально на сроки от трех до шести месяцев, подбрасывают патроны, детскую порнографию, то есть, как бы, у нас все то же самое. Я вопрос хочу задать вашему гостю, что вот он вещает сейчас в открытом эфире, он ведет блог на Ютубе, и одновременно утверждает, что в России диктатура, но признаками диктатуры являются репрессии к оппозиционному мнению в жесткой форме. и его наличие в эфире сейчас, это прямо противоречит. Но это латвийский эфир, если что. Почему? Мы говорим о том, что он на Ютубе вещает. А Ютуб это мировой эфир, это не российский. Да, и он находится дома, к нему не ломятся, как в советские времена отключают пробки. Кому из наших журналистов ломятся, уважаемые радиослушатели? Если вы говорите, дело Юрия Алексеева, имейте в виду, то это все-таки единичный случай. Да, вот что скажете, господин Фейкин? Да, это очень легко парировать. Очень легко. Значит, первое, что касается диктатуры. Вы понимаете как, у вас представление о диктатуре из 20 века. При Сталине, да, 10 тысяч человек посадили в грузовичок, отвезли к лесу и положили всех, как бревна, и закопали. Вы знаете, диктатура 21 века, она другая. Порог-то чувствительности, он гораздо более низкий, в том смысле, что здесь котенку на лапку наступили, и это уже репрессии. Вы должны это понять. Потому что ко мне не ловятся в квартиру не потому, что они этого не хотят, а потому, что это недопустимо по правилам 21 века. Издержки, которые они будут нести, если посадить такого, как я, вот просто за слова, будут гораздо выше, чем издержки, которые имел Сталин, когда расстреливал сотнями тысяч людей. Поэтому, пожалуйста, не надо путать одно с другим. суть диктатуры здесь не меняется, потому что ее признаки, они вполне себе классически определяются в России. Понимаете, для этого не надо каких-то дополнительных объяснений. Что касается ситуации с правами человека и так далее, в Латвии, любой другой балтийской стране, стране Евросоюза, то у вас есть институты защиты этих прав. Даже если по отношению к вам дискрепционно применяют произвол, у вас есть, в конце концов, органы защиты в лице, адвокатуры, суда независимые и так далее. В России этого нету ничего. Система здесь однородна. Поэтому разница здесь заключается в том, что не я тут гавкаю в интернете и на балткоме, а в том, что у вас есть права, а у меня этих прав нет. А говорить я могу, даже когда меня будут расстреливать, я буду кричать, что Путин собака. Понимаете? Это вопрос относится к моей личности, и к моим убеждениям, а никак не к моим правам. Сегодня в период коронавируса довольно много информации появилось, в том числе и в Ютубе, разные мнения высказывают люди. С одной стороны это свобода слова, а с другой мы видим очень много фейковой информации, которая распространяется. И вот вчера Владимир Познер, завершая свою программу, сказал о том, что по его мнению, несмотря на свободу слова, не стоит давать слово, простите за тавтологию, на федеральных каналах людям, которые отрицают коронавирус. Как вы считаете, нужно ли вот это ограничивать? А кто такой Познер, чтобы определять, что ограничили, что нет? Выразил свое мнение, он выразил свое мнение по этому поводу. Нет, вы знаете, Познер такой человек, при том, что я к нему отношусь уважительно как к профессионалу, это действительно профессионал высочайшего класса, но и человек интеллектуальный, несомненно, но он является госчиновником по существу. Да, он не работает в госструктуре, он по контракту делает программы на Первом канале. Это понятно, и получает государственные средства в виде, так сказать, награды, в виде гонорара за свои программы. Это понятно. Но Познер выражает мнение прежде всего государственной власти, потому что эта власть заинтересована, чтобы существовало только одно мнение, как в России существует. И неважно, касается это коронавируса или коронавирусных диссидентов, то, что они считают фейками, или же это касается политической прав и свободы слова. По той простой причине, что вы знаете, что Познера за его мнение не наказывают, а вы знаете, что делают с теми, кто распространяет по мнению государства недоставленную информацию. Они вот три недели назад в Государственной Думе ввела уголовную ответственность до пяти лет лишения свободы за распространение такой информации. Вот у меня на канале выступал Валерий Соловей, в свое время, это еще был март месяц, который заявил о том, что трупов гораздо больше умерших от коронавируса, назвал цифру в 1500 человек. Ну, сейчас она уже близко к тому, который заявляет сама власть официально. Почему он руководствовался, может быть, и недостоверно, сведения мы не знаем, он не объяснял этого. Но его начали преследовать, как и канал мой, так сказать, пришли какие-то бумаги в YouTube о том, что мы должны удалить эту видеозапись, естественно, я ее не удалял. А вот Эхо Москвы удалило его интервью, которое с фразами он повторил там. То есть, что это как не цензура? Я, например, против цензуры. Если Познер считает, что благими намерениями можно дорогу, значит, то ли в парадайз, то ли в ад, не знаю, на мой взгляд, это неправильно. Почему ему можно говорить, а почему мне нет? Дайте мне возможность выступить на Первом канале, как он это делает. Я многое расскажу такого, что люди захотят узнать. О том, как их обворовали и не выплатили им деньги за все месяцы с лишним карантина. за то, что бюджет разворован и резервные ресурсы, которыми обладает Центральный банк и Фонд национального благосостояния, пошли на поддержку олигархов из окружения Путина, а не на людей. А что бы нам вот о таком не поговорить? Или это тоже фейки и недостоверная информация? Ну, Познер не говорит о том, что трупов гораздо больше, как это сделал, к примеру, в вашем эфире Валерий Соловей. Опять же, достоверность этой информации он не предоставил. Вы считаете, что это допустимо? Я считаю, в условиях отсутствия свободы слова такое оспаривание государственного права эксклюзивного на информацию, оно оправдано, потому что на самом деле значит достоверной этой информации мы не знаем, сколько заболевших, сколько умерших, потому что налево-направо у меня есть эта информация, фамилии знаю, людей из больниц, которые мне говорили, что ставят диагноз вместо коронавируса ставят двустороннюю пневмонию. Поэтому вопрос споров о том, достоверной информации нет, предоставьте не закону и Бобику полицейскому, а предоставьте, пожалуйста, зрителям, пусть они оценят достоверно, человек говорит, или нет. А если все остальное допустить, то это уже, извините, цензура и не свобода, и государственное преследование за распространение информации, а никак не борьба с фейками. Кого наказали из Russia Today или государственных пропагандистских каналов за распространение ими дезинформации, хоть кого-нибудь, чего они только не говорили. Что-то я не вижу, чтобы наказывать того же Соловьева или Киселева, который там заявлял про то, что Навальный шпион. Почему-то это как-то в одну сторону сегодня действует по отношению к людям, которые выступают против власти. Вот им на достоверную информацию права нет, а для власти можно все, что хочешь. Я даже перечислять не буду, сколько лжи и вранья и фейков распространял Кремль в отношении разных вещей, в том числе и коронавируса, в том числе и в отношении него. Говоря о достоверности, была история с обвинениями в педофилии блогера Анатолия Шари. Насколько известно, вы обвиняли его. Есть у вас доказательства? Я еще раз повторяю, во-первых, я имею право это заявлять, во-вторых, доказательства были получены от его сестры, история эта уже старая, она ничем не кончила в том его смысле, что все суды за пределами РФ я выиграл. Все до единого суда за пределами Российской Федерации мною выиграны. В Украине он подавал на меня в суд, я их выиграл. Он подавал на свою сестру, я представлял ее интересы, я выиграл. Здесь, в России, просто нет суда и заявления о том, что сестра обвиняла в педофилии, а именно так звучали мои комментарии. Они, к сожалению, были им оспорены и он, как агент совершенно Кремля, получил возможность использовать суд, российский суд для защиты своей репутации. Но еще раз повторяю, точка же не поставлена, в Литве сейчас идет суд, я подал на него в суд, вот там мы и знаем, как это происходит в нормальном, свободном государстве. Этот суд, да, будет авторитетным, уж если он не признает его педофилом, ну тогда, значит, будем считать, что так и есть. Но если он решит другое, значит, я был прав. Сегодня вышло большое расследование о Алексея Венедиктове, главном редакторе Эхо Москвы, на BBC статья, там огромная такая. Читали ее, кстати, нет? Не, еще не видел, расскажи, что там. Ну, там о его жизни, о его судьбе и в том числе о харассменте тоже там есть отдельные элементы. Вот Алексей Венедиктов, человек, который сам говорит, ты в этом расследовании, когда приводится его прямая речь, о том, что я между струйками. Вот как вы относитесь к этой фигуре сегодня? Ну, я как и раньше к нему отношусь, я считаю этого человека очень лживым и трусливым с точки зрения его как персонажа, да, обладает он какими-то ремесленническими способностями, талантами, бесспорно. Он, так сказать, остается главным редактором на протяжении трех десятилетий крупнейшей радиостанции, государственной радиостанции. Но вы знаете, вся его жизнь соткана из предательств, из страха, из бессовестной лжи. К сожалению, он, понимаете как, он всегда хотел бы быть тем, кем он не является. Независимым журналистом, независимым редактором. И вот, к сожалению, все, что он делал на посту главного редактора, считавшейся, сейчас уже нет, независимой радиостанции эхо Москвы, это как направление, канализация настроений людей, которые возмущены путинской диктатурой в пустоту, как правильно было сказано. Вот он мастер, мастер, так сказать, создавать иллюзии для людей, что они могут что-то говорить, что у них есть своя радиоточка. Вот это он мастерски делал. Но, по сути, власть ему всегда была ближе общества. Он за счет нее жил, он всегда выполнял ее интересы, ну и он это, собственно, никогда не скрывал. Поэтому для меня этот человек не является моральным обращщиком уж никак. И журналистом он точно не является в том его высоком понимании, которым мы имеем в виду. Подобными журналистами были там Политковская, но уж никак не Венедиктов. В одном ряду они не стоят. Я добавлю к тому, что я не читал этого расследования, не знаю, что там написано. На мой взгляд, Венедиктов пересидел себя в качестве, значит, ответственного лица. Уж там харассмент, не харассмент. Я со свечкой не стоял, но вообще все его поведение, вся его натура, она не заслуживает того, чтобы управлять другими журналистами. Это мое мнение. Но в то же время ведь Эхо Москвы называют, несмотря на то, что они являются собственностью Газпром-медиа, называют действительно либеральной радиостанцией, где могут выступать люди с... И Алексей Навальный там появляется завидная регулярность. А? То есть, вы считаете, это специально сделано для того, чтобы была вот такая точка якобы независимого СМИ, или как вы это объясняете? Совершенно, во-первых, точно то, что вы сказали, а во-вторых, есть и другие причины. Вы не путайте редакционную политику, да, редакционную задачу, которую перед ней ставит государство, прежде всего Громов, заместитель главы администрации президента по методичке управляющей, значит, этой радиостанцией, ее контентом. И появляющие там люди, там масса хороших людей, правильных, со свободным мнением на этой радиостанции появляется. От Навального до Шандеровича и тому подобных. Это не меняет существа дело, потому что эта радиостанция не независимая и не либеральная. Это Кремлевская радиостанция. Она просто не является пропагандистской. Вот это ощущение отсутствия пропаганды создает иллюзию ее свободы. Да, конечно, Эхо Москвы, это вам не чета, Россия 1 или Первый канал. Ну, конечно, разумеется. Но, повторяю, все, что они делают, это направление канализации этих настроений в пустоту. В том числе, они же берут на себя нечто большую функцию, чем просто журналистика. Если бы это была просто журналистика, это бы, ну, куда ни шло, в конце концов, имеют право. Но они на себя берут некую, надевают на себя тогу представителей всего либерального гражданского общества независимого. Я напомню, Венедиктов воходит во все какие-то мыслимые и немыслимые советы. Он договаривается о митингах. Он договаривается о регистрации кандидатов. Кто это такой? Для того, чтобы быть представителем вот этих всех людей. Я сам свидетель, я выступал на митинг 2012 года, так сказать, когда были протесты и так далее, оказалось потом впоследствии, что именно Венедиктов ходил в мэрию Москвы для того, чтобы что-то там решать по поводу митингов. Он кто? Гражданский активист, лидер протеста. И вот эта функция, вот это качество, вступающее в прямое в противоречие с ипостасью журналиста, редактора, она играет плохую службу прессу для общества. Они видят в нем нечто большее, чем он является. И я считаю главной бедой гражданского движения в России, движения оппозиции, то, что такие люди, как Венедиктов берут на себя функцию представлять его, этого гражданского общества, интересом перед властью. Вот когда это закончится, сразу немного спадет вот эта острота взаимоотношений отдельного кластера гражданского общества, ну, я его представляю, с такими людьми, как они. А Собчак, ее тоже можно назвать таким аналогом Венедиктов в этом смысле? Даже более худшим, я бы сказал. Потому что Собчак долгое время была навязана администрацией президента в качестве чуть ли не лидера вообще протестного движения в России. Это безумие было. Наблюдать за всем с 2012 года я с содроганием на это все смотрел. Я вам хочу сказать, что Собчак и ее выступление 24 декабря 2011 года на митинге Сахарова, это было позором вообще, позором гражданского движения протеста в России. Позором. И этот позор продолжался долгие годы, пока все уже окончательно не поняли, что она была введена в тело этой оппозиции для того, чтобы ее дискредитировать. Сейчас, слава богу, это общее место. Все, как минимум с 2018 года с выборов ее в качестве спойлера на выборах президента вместо Навального, все поняли, что это просто пустая дурилка для того, чтобы обманывать людей. Ну что ж, время нашего эфира подошло к концу. Спасибо вам, что вы нашли время и вышли в прямой эфир нашей программы. Марк Фейгин был гостем программы, экс-адвокат и юрист.